Здравствуйте, дамы! Проходите все в дамскую комнату, а вот мальчики, идите в мужскую! А то говорят, у нас тут один нервный случай, да зашел не по адресу, перепуталая мыжо. Короче, сегодня будет продолжение той темы. Хорошо, что я набросала план и сделала, разделив его на две части. Я не думала, что это так зайдет и будет только комментов. Спасибо вам! Оказывается, тема очень даже говорливая. Хотя моя подруга Юлька сказала, что я почему-то думаю, что она зайдет. В общем, меня... Вспомни бы, какой, блин, этот день. Сейчас я гляну, у меня что-то помечено. У меня есть самопальный календарь. И я там... На нем еще календарь, но не самопальный. От сестер из Риги и Лондона. Ну, там кусок от календаря просто был на этот год. Так, 18-ая, а сегодня-то у нас какое? Среда, да? Короче, у меня сегодня четвертый день. У меня бывает так, что... Вот у меня на четвертый день обычно передышка, а с пятого идет точно так же, как на первый. Я вообще хотела сегодня поговорить на тему того, что предшествует Месикам. Девочки, у вас бывает этот самый ПМС. В общем, прикол такой, что я как-то вместе с моей тетей что-то убирала в сарайку, где у нас велик стоит, точнее, мой велик стоит. У нее там какие-то банки, склянки и прочее. И что-то так дошло, что она так сказалось, вышла, я уж не помню, о чем говорили, но про ПМС. Я говорю, что такое ПМС? Я так офигела, я поняла, что ПМС появилась, ну, может быть, лет 10 назад. Может быть, лет 7 назад, не знаю, когда вообще. И не у всех. Я объясняю, она так охренела. Очень удивилась, короче говоря, потому что она культурный, культурный, преподаватель русского литературы, поэтому она как бы удивилась культурно. Так вот, бывает ли у вас, была у меня одна знакомая, она говорила, что у нее муж периодически впадает в состояние, давай разведемся, потому что она впадает в состояние фурии перед наступлением менструации, там, за неделю, за несколько дней. И у меня тупо выпрыгивают прыщи молодости, я их так называю. У меня в прошлый раз, кажется, у меня на лице было 3 прыща, у меня то ли в стриме, то ли в каментах спросили, что это у меня такое. Я сама не влюбилась, думаю, аллергия, что ли, потом вспомнила, что у меня обычно где-то вот здесь, вот здесь, на самом видном месте на носу, еще где-нибудь на спине, на руке, на ногах вроде еще не прыгали, 2-3 прыща стабильно, за 2-3 дня, или за день, вот так вот. В этот раз они у меня как-то не синхронизировались с моими месяцами и пришли ко мне на второй день, эти прыщи. Знаю, что у некоторых людей, вот мы с подругой, с которой снова стали общаться, получила одобрение близких друзей, близких, близких людей, которые сказали, общайся с ней, ну, общайся с ней, я говорю, я вот так аккуратно с ней общаюсь, думаю, вдруг я где-то не права, короче, разговор не о подруге, разговор о месяцах. У нее тоже бывают вздутия с живота, я помню, что мне в комментах периодически такие эти папабольцы писали, ты что, беременная, тебя можно поздравить? Ну, вежливость в людей, религия запретила. Короче, я так понимаю, что у многих, у кого начинаются, можно опустить этот телефон, потому что я знаю, куда я смотрю, у кого начинаются, там, смотрите, классные губы, прям кровь, красные эти, слушайте, так подмывают про первую часть вспомнить, когда я узнала про эту менструальную чашу, я-то, конечно, дикий извращенец, после того, как это, ну, мне вообще сказали, что про вампиров мне на мангу смотреть, они везде мерещат саботы, я, правда, про них еще и писала в свое время, короче, вот менструальная кровь, простите, девчонки, вот это вот, ну, как она, менструальная чаша с этим краником, ну, просто мы, то, что мы с моей подружкой увидели, чуть-чуть, мило, не сказала имя, она не хочет, чтобы я ее как-то светила, поэтому, я думаю, имя не обязательно говорить, в общем, она просто подружка, в смысле, вот девочка-девочка-друзья, а не девочка-девушка, типа ЛГБТ, мы гетеро, если что, и, в общем, там какой-то такой краник, я так подумала, этот краник открываешь, там кровь, значит, это капает, да, вот, ну, мне чисто не генично, к отсылу к тому ролику, да, я забыла, я еще какими-то Натали пользовалась совершенно, а еще это вот, отсыл к тому ролику опять, потому что я когда пересматривала, еще монтировала, вспомнила, что там, про какие марки, прокладки я забыла, и вдруг они обеются, еще и про фреш забыла, какая-то там, по-моему, магнитовская серия, или еще какая-то подобная серия была, вот, типа таких бюджетных, из пятерки, и что-то, вот, в общем, такое тоже у меня было, много всяких родных было, просто, видимо, вспомнила, которые я обычно больше и чаще использую, благодаря вам еще узнала, что бывает с Розой Беллой ежедневка, спасибо, не зря я этот ролик записала, клюнула меня в ванной тогда в душе, или как-то так, в общем, так вот, эти менструальные чаши, ж такая находка для вампиров, какая разница, какую кровь-то пить, по идее, учитывая, что я вот тут перевожу маску по вампиру, там девочку бедненькую, за что только не кусали, так, в общем, бывают ли у вас, опять же, если вам стремно про это писать, ну, как я поняла, не стремно, а даже нравится, бывают ли у вас вот это так называемое ПМС, когда хочется на людей кидаться, агрессивность, или, наоборот, бедная, несчастная, бедная, вся жизнь на земле, короче, слезки непонятно с чего, депрессия какая-то непонятно откуда, агрессия какая-то очень сурая, или же, наоборот, как-то вот к вам такое приходит, и вы даже не поняли, что оно пришло, вот ко мне часто так бывает, что не поняла, что пришло, ну, если не считать, что я стабильна, забываю, что иногда у меня бывает такая мигрень, в принципе, у меня стабильная мигрень, сколько я помню, мне вообще мои сёстры говорили, Лёля, если ты однажды проснёшься, что у тебя ничего не болит, считай, что я померла, радуйся, что у тебя что-то болит, ты живая, добрые сёстры, ну, они на самом деле добрые сёстры, но искать плюс, даже в самом минусе всегда можно найти, короче говоря, вот признаки какие-то у вас бывают, допустим, ну, негативное настроение, или же негативное настроение и прыщики, или же просто, допустим, пыщики, вот у меня я их назвала прыщи молодости, потому что я про них стабильно забываю, когда-то в этом 12-17 или 18 лет, или, может, даже 20 лет они у меня были стабильно, так вот, периодически, а тут они только раз в месяц, ну, иногда в том месте, где я просто не вижу их, или не ощущаю, или не чувствую, даже не знаю, что это вот именно те самые прыщики, 2-3 штука, очень редко, что они, а бывают ли у вас вздутие живота, ну, может быть, вам говорят, может, у вас есть знакомые люди, или просто люди вас окружают, которым тактичность религия запретила, и они, ой, ничего, можно вас поздравить, вот у меня бывает стабильно, в этот раз мне как-то повезло, оно выпирало только на третий день, и то-то не очень сильно так, ну, я вроде как-то не снимала ничего такого, чтобы это было видно, сейчас у меня ничего не видно, знаю, что у некоторых как бы набухает грудь, но у меня она мелкая, она вообще у меня год назад только начала расти, мутант, хрен ли, причем мне, помню, в роликах говорили, Лёля, ты потолстела, у тебя сиськи появились, я так пошла в душ, думаю, блин, все время, что-то как-то последние дни кажется, когда видос монтируешь, что что-то у меня странное, я думаю, может, платье какое-то такое, я смотрю в душе, ложбинка между сисьек появилась, думаю, трындец, я мутант, ну, как бы меня подруга так мутантом называет, я не против, прям, как это объяснить, короче, сиськи у меня не набухают, набухать нечего, у меня набухает живот, блин, прям беременна я становлюсь, практически, почти, она на всю жизнь со всех сторон, ну, не со всех сторон, конечно, у меня, когда я стримила в субботу, у меня дико болела коленка, я думала, что я ее где-то стукнула, в общем, как я, я стабильно забываю, что у меня могут болеть кости перед этим делом за день, за два, как-то так, болит спина у кого-то, вот знаю, что у меня у дальних близнеев и родственников по женскому, женское счастье женских родственников, женщин, родственников, спина болит вообще весь этот период, у меня, вот, честно, они идут, видимо, еще и длительность сегодня будет обсуждаться, блин, я настолько раскрепощенная, что ли, стала, сижу на камеру, трендачу, сколько дней мне месячные идут, мальчики, я надеюсь, что вы все-таки за дверью остались, да, ну, если вы это с нормальной психикой, или вы там какие-нибудь внутри сейчас чувствуете женщинами, хотите узнать, как же это на самом деле, то уж ладно, хрен с вами сидите, мы сделаем вид, что вас нет, или что вы женщины, и, короче говоря, в общем, у меня идет шесть половины дней, если оно началось в середине суток, то оно идет половина дня, соответственно, и еще шесть дней, иногда мне везет, и у меня бывает три дня, пару раз вообще так было, иногда мне не везет, и у меня бывает два раза в месяц, потому что жарко, я в свое время сходила по всем этим врачам, сказали, да тебе это нормально, видимо, они не стали говорить, что я мутант, в общем, стабильно, так как моя подружка говорила, у меня как-то в эти, в лунные дни попадают, вот раз, по-моему, я в эти лунные дни не попала, или я не тот календарь в интернете нашла, в общем, как-то я не вникала, у меня то 32 дня цикл, то 25 дней, то 28 как-то вообще феерично, и оно стабильно так сблигается, помню, у меня в детстве, когда только началось, уже вот так вот, ну, первые полгода шло уже, устаканилось, где-то с 13 до 14, в период с 13 до 14, в этот период как-то началось, потом пропало, потом вот уже устаканилось, мне маман выдала календарик, тогда попался, в прохладках было, и там ваш женский календарик, я все не хлыть не могла, что-то такое, отмечай, я думала, что-то оно приходит, допустим, 1 февраля, так оно и идет 1 марта, и так далее, а хрен ли вам, оно сдвигается, блин, этот долбанный цикл, потому что в цикле меньше дней, по большей части, чем в месяцах, классическом, в общем, ну что, вот, допустим, болит голова, хочется лежать, поджав ноги, в позе эбриона, правда, вот когда стала заниматься фитнесом, как мой товарищ, паскандрит, он называет это фитнесом, в общем, когда я стала заниматься этим фитнесом на улице, у меня оно, вообще, практически безболезненно все проходит, правда, когда в прошлом году, вот, купила велик, ну, уже два года, как купила велик, раньше я просто в деревне каталась, когда была возможность, и тупо в деревне, это значит, в лучшем случае с мая по сентябрь, в лучшем случае просто тупо летом, все вот эти три месяца лета, и то не каждый день, и, в общем, как бы, у меня оно незаметно стало приходить, я так понимаю, что спорт, велик, или, типа того, влияет на всю эту, весь этот процесс каким-то образом, а когда занимаешься фитнесом, то оно вообще, как бы, практически не болит, то бишь я пропустила в этот раз один день, тупо потому, что у меня была дикая мигрень, и не потому, что я там лежала в три погибели, и, ой, блин, все болит, везде течет, и чем вы спасаетесь, я помню, что раньше, вот, стабильно эту ножпу, или эквивалент, дротомерин, или как там, короче, русская ножпа, русская в кавычках, это значит, русская ножпа, или просто ножпа, вот, таблеточку, и все, помню, реклама была, когда еще по телеку, когда еще мелкая была, я даже не всегда вникала, о чем они тут, ножпа, мама, я твоя дочка, дай мне ножку, и будет все ништяк, ну, не дословно, но суть такая, и, вот что хотела я спросить, бывает ли у вас вот это, ПМС, потому что я помню, как-то у меня тупо было, раньше у меня иногда было периодически плохое настроение, или депрессия, и все такое, и мне выдавали, что у меня ПМС, видимо, пожизненная ПМС, но если честно, вот мне чаще встречаются мужики с ПМС, реально вот так вот, раз в месяц, что по сети общаешься, там, ну, не всегда факт, что ты знаешь мужик, это ли женщина, да, что в реале общаешься, как бы видишь, что мужик, ну, вот ведут они иногда себя, будто у них вот раз в месяц, вот эти месячные, будто это не я женщина, а он женщина, бывает ли у вас пришли, с чем вы с ними боретесь, как вы там себя пытаетесь оттормошить, я помню, что на физре стабильно давали в школе эту, как бы освободительную справку, типа у нас такое-то, у нас такие-то дни, мы сидим на лавочке, вы там мячик играете сами, хотя у меня стабильно практически всегда была справка от физры, потому что я там как-то стабильно как-то болела, то чихала, то кашляла, в общем, как-то, мне кажется, прошлый ролик у меня был более не сумбурный, я к нему, наверное, готовилась, хотя не готовилась, она мне просто пару часов узрела, я там и слай полностью созрела, и прям пинала меня, запишись, 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 лёля, а тут я даже шпаргалку посмотрела, она у меня где-то тут была, там осталась, на столе, намарафетилась, ну, как бы намёк такой, что вот на самом деле, вот это, ну, тут один слой лака, а кончики у меня другого слоя лаком, другим лаком слой, и оно как бы переходиком таким, и как бы, вот я считаю, что вот оно как бы намекает, так вот это, капли крови, ну, тема такая, вообще, на тему дамской комнаты, если меня ничего не вдохновит, я полезу за этой книжкой, она у меня то ли здесь, то ли этажом выше, есть у меня эта книжка, девочки, книга для вас, и там как раз разделы, я буду, там же есть путные вещи, да, вот которые, ну, в принципе, я подозреваю, что она вся путная, 72-й год, путная книжка, год издания, в смысле, или как-то так, я буду её читать, вдохновляться, если у меня там параллель какая-то с моей жизнью идёт, и записывать видосик, потому что фиг ли это плейлист из двух видосиков, при этом я ещё вопросик создала к этому плейлисту, ну, как бы, ну, ни то, ни сё, вот эта тема была такая, тема первая часть, вторая часть про Меськи, вот Меськами я их называю, вот благодаря одной своей такой подруге, но многие вот там, я, видимо, про них забыла, и про тётю Краснодара, я тоже слышала, и про ещё чего-то я тоже слышала, и про кискую мордочку, разбившую, тоже слышала, правда не сразу врубила, думаю, вроде чувак пишет, ну, зачем чувак смотрит женский ролик, когда вроде написана дамская комната, потом уже дошло, поняла, что некоторые парни моих подписчиц, или зрительниц, или просто мимо проходящих девушек, их как-то обидно называют вот эти вот дни, я думаю, если бы, ну, скорее всего так идёт, вот мне почему-то прочитала камень, мне казалось, что он как-то с сарказмом, или с подколом называют это, мальчики, если вы всё-таки сюда припёрлись, и не маскируетесь под девочек, будьте как-то подобрее, ну, ё-моё, вот представьте себе бабой, вот у вас всё болит, всё вообще болит, спина болит, ноги болят, голова болит, живот болит, настроение из-за этого, соответственно, лучше не будет, потому что нахрен всё болит, да ещё из вас льётся нахрен, какая-то хрень, ну, ладно, кровь, но всё равно льётся, 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 ё-моё, и это затыкать надо, или менять вот эту прокладочку, или там эту чашечку, блин, мыть, ведёрочка, и вот человеку и так хреново, а вы ему ещё сарказмом, этой хренью говорите, типа, а у тебя там этот, красный мерседес, или ещё что-то, красный жигуль, красная армия, красная, красная, красный день календаря, первомай, первомай же был красненьким, я помню, у нас в кубатренном календаре, в детстве был этот, первомай, красненьким отмеченный, короче, наверное, надо закругляться, если оно было сумбурное, вы уж меня простите, пожалуйста, девочки, но я, когда писала тот первый ролик, эту первую часть этих месяц, я поняла, что по ходу дела, я на любую тему могу говорить, вот, 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 потянусь за своим телефоном, управляющим этим всем, всем спасибо, кто осилил до конца, всем легких месячных, с отсутствием боли и незаметным приходом, и тем, кто их ждет действительно с приходом, а тем, кто их не очень ждет, ну, мало ли, все-таки детей хотят, да, завести, а тут приходят, пусть они все-таки у вас приходят тогда, когда вы их ждете, а не тогда, когда вам их не надо, ну, и, что еще сказать, да, если вы тоже внезапно занимаетесь фитнесом, или вдруг стали заниматься фитнесом, у меня одна подруга есть, которая как бы сама по себе спортивная, сверх до головы, а тут стала заниматься еще фитнесом, я так на нее фигею, ну, тогда ее фотки в инстаграме вижу, я знаю, что она меня не смотрит, вообще не знаю, но, по-моему, она меня не смотрит, надеюсь, не смотрит, не смотри меня, Света, не смотри, то мне бы, наверное, было стеснительно, что меня смотрят, ну, да, мне иногда стеснительно, когда я узнаю, что люди, которых я как бы знаю, они вдруг внезапно меня смотрят, то, в общем, как бы, если вы занимаетесь, вдруг занялись спортом, и вас прошли вот эти вот признаки болевые, и так далее, ну, просто дайте в камень, ты знаете, не знаю, я почитаю, так посмотрю, что, кто, как, как кто с этим справляется, может, что-то новое для себя почерпну, вот, как насчет прокладок, в общем, всем пока, спасибо.